привет всем немногочисленным подписчикам моего канала с вами александр сегодня нахожусь в мехико удивительном городе огромном мегаполисе и сегодня я хотел поделиться с вами информацией про этот город может быть вас он заинтересует возможно вы захотите посетить его а вот если вам понравится это видео с точки зрения качества информационной подачи ставьте палец вверх оставляйте комментарии делитесь с друзьями ну вы все знаете какие места мы посещаем мехико с туристами он для начала это центральная площадь или закала где находится кафедральный собор который строился 300 лет и имеет свою интересную историю рядом с ним находятся раскопанные руины города тенасчетлан сердце столицы ацетского государства и неподалеку от тенасчетлана также находится паласе националь где есть кабинет президента а также сидит заседает правительство на самой площади индейцы проводят обряд окуривания ароматной смолой и обряд очищения поэтому туристам есть чем заняться развлечений чего посмотреть хватает в пешей доступности от центра а мы посещаем тора латино это 43 этажный небоскреб который был первым небоскребом построенным сейсмоопасной зоне и построен он был в 50-е годы а в 1957 году было серьезное землетрясение и этот небоскреб его выдержал удачно а вот после этого технология по которой строился строилась тора латино а начала использоваться во всем мире также рядом с этим небоскребом прямо через дорогу находится дворец изящных искусств это главное скажем театр мехико а также выставочный центр там проходят выставки различные вот также можно познакомиться с муралами диего ривера это муж фриде кало известный муралист мексиканский вообще выдающийся человек который наверное является самым знаменитым мексиканцем за всю историю мексики вот помимо этого мы посещаем конечно же музей антропологии музей антропологии это огромнейший музей который содержит находки до колумбовских цивилизаций а также есть залы с выставками культуры колониального периода вот обязательно рекомендую посмотреть погулять посетить конечно лучше это делать с гидом потому что многие вещи вам будут непонятны все пояснения ведутся на испанском и английском языках музеи вот поэтому лучше конечно взять с собой гида что еще стоит увидеть мехико это конечно же в часе езды можно посетить город тело тивакан это древний город когда ацтеки сюда прибыли он уже находился в руинах в общем и истории его достаточно загадочно час езды занимает от мехико чтобы добраться до тело тивакана если поедете утром то можно также полетать на воздушных шарах воздушных шарах над древними сооружениями помимо этого мы посещаем также музей фриды кола это известная мексиканская художница вот выставки проходит по всему миру с ее работами но на самом деле а главное место для посещения это как раз таки музей фриды кола в мексико рядом с музеем фриды кола можно также посетить дом музей советского революционера его троцкого где он нашел свои последние дни считается что фриды кола имела любовную связь с троцким но мы так до конца и наверняка не можем сказать потому что он проживал своей женой а также со своим внуком а в этом доме но позже испанский коммунист рамон меркадер пробил ему голову этом доме ледорубом вот там же находится могила троцкого помимо этого мехико является городом с гастрономической культурой истории и мы пробуем много местной кухни это такос кисидия сальбутос асопес и многое другое посещаем пулькерию пулькерия это место где можно попробовать древний напиток алкогольный который делали ацтеки из агавы и назывался он от ли вот ну и в общем это главная достопримечательности мехико который мы посещаем и так я нахожусь на проспекте реформы этот проспект назван в честь реформ проведенных мексиканским президентом бенито фуарресом который был самым маленьким президентом а также индейцем главные его реформы заключались в том чтобы отделить церковь от государства и отобрать все земли которыми владела церковь этот проспект вещает вот такая вот колонна с ангелом наверху это ангел независимости а вот установлен он был 16 сентября 1910 года в годовщину независимости мехико интересный факт о том что при землетрясении 1957 года ангел упал вот и его потом обратно установили а вот и сейчас вы можете его видеть позади меня позади меня вы можете видеть сооружение которое известно как монумент революции это сооружение было запланировано как законодательный дворец еще при диктатуре порфирия одесса который правил с 1875 по 1910 год но как раз в этот период когда он начал строить это сооружение началась непосредственно сама революция и строительство этого здания было заморожено финансирование прекращено и позже когда пришел к власти уже президент социалист аласара карденас это сооружение начало перестраиваться видео триумфальной арки посвященной мексиканской революции на данный момент это самая большая триумфальная арка в мире высота ее составляет 67 метров и интересно она тем что под ней находится музей революции а наверху находится смотровая площадка если вы посмотрите внимательно то между колоннами арки можно увидеть а лифтовую которая ведет наверх этого сооружения красиво сами что досмотрели это видео до конца ставьте лайк и распространять его среди знакомых а также подписывайтесь на мой youtube канал travel pulse социальные сети instagram саша револвер или мой telegram tours in мексико до скорого